Монголоидная раса называется иначе азиатской расой. Это раса с одной стороны с огромным ареалом на половину примерно Азии, еще там массу всяких островов, с огромной численностью, потому что, ну как всем известно, одних китайцев больше миллиарды, а с другой стороны удивительно однообразная, северный юг, с западный на восток, то есть среди всех больших рас, так называемых, она, наверное, одна из самых однородных. Что не исключает, конечно, наличие каких-то вариантов, и более того, монголоидная раса, поскольку по краям соприкасается с другими расами, имеет переходные варианты. Ну, скажем, переходные группы между европеоидами и монголоидами составляют аж две расы. Это уральская раса, так называемая, это представители, лежущее в Поволжье, на Урале, в Заурале, в Западной Сибири, но такими супер образцовыми представителями часто называются ханты и манси. Ну, естественно, не только они туда входят, потому что уральские вот эти или уралоидные черты, они встречаются у татар, у чуваши, у мордвы, у марийцев и там много у кого еще, у кетов в Западной Сибири. Но вот уральская раса, она такая усредненная между монголоидами и европеоидами. С точки зрения европеоидов они могут показаться монголоидами, но с точки зрения монголоидов они покажутся европеоидами. Это выражается и в форме и цвете волос, и в форме глаз, в чем угодно еще. Правда, существует большой вопрос, уральская раса возникла здесь в силу изоляции или в силу смешения монголоидов и европеоидов. Скорее всего, оба фактора имели значение. Южнее живут представители южносибирской расы. Туда входят тоже представители многих народов, но два основных народа такими типичными представителями считаются. Это казахи и киргизы. Относительно происхождения южносибирской расы известно больше, чем про другую любую расу, поскольку это были кочевники, не так давно они сложились в виде южносибирской расы. Этот регион хорошо изучен археологически и палеоантропологически, поэтому сложение южносибирской расы, как смешение европеоидов, живших здесь раньше, в бронзовом веке, с монголоидами, которые с раннего железного начали сюда приходить, где-то к XVI веку все эти движения более-менее закончились, описано и изучено очень хорошо. Также на самом деле есть переходы между монголоидами и экваториалами в Юго-Восточной Азии, но вот там беда в научном плане, потому что эти переходы практически никем не описаны. Собственно, сами монголоиды характеризуются целым набором довольно ярких таких признаков. Цвет кожи у них достаточно светлый по мировому масштабу, у северных некоторые бывают очень светлые, но, скажем, в Индонезии бывают довольно смуглые оттенки кожи, хотя экваториальных никогда не достигает. Волосы у всех практически монголоидов одинаковые, прямые и черные. И причем не только прямые, они еще, так называемые, тугие, то есть диаметр волос большой. Чем отличается от прямых волос, скажем, северных европеоидов, в которых волосы тоже прямые, но мягкие, тоненькие. Вот этот признак у монголоидов до крайности однообразен, и любые варианты, они практически однотипны. Хотя встречаются все-таки варианты, например, в некоторых группах якутов и ивенков до сорока процентов с русыми волосами иногда очень светлыми бывают. Ну некоторые считают, что это влияние уже примеси русских, но скорее всего это свое родное состояние, потому что все-таки они там жили в изоляции, а в изоляции всякие такие признаки часто появляются сами по себе. Ну и южнее, на самом юге, вернее, расселения монголоидов, иногда встречаются сильно волнистые, даже чуть ли не курчавые волосы, вследствие смешения с экваториалами. Например, на Филиппинах это нередкость далеко. Характернейшая черта монголоидов — это небольшой разрез глаз и наличие эпикантуса. Эпикантус — это складка во внутреннем углу глаза, который прикрывает слезный бугорок. И в большинстве групп монголоидов частота этого самого эпикантуса достигает от 98 до 100 процентов. Ну немножко поменьше она опять же на самом юге, скажем, в той же Индонезии, на Филиппинах. Из-за смешения опять же с экваториалами там частота эпикантуса может снижаться. Характерно, что эпикантус вообще не только имеется у монголоидов, независимо, видимо, он возник у бушменов в Южной Африке, у представителей южноафриканской расы, и эпикантус встречается, естественно, у индейцев в Америке, но они ростны монголоидам по-любому, и встречается у европеоидов. То есть 50 процентов детей европеоидов тоже имеют эпикантус, но у европеоидов к 3-4 обычно он исчезает, если был, в смысле, при рождении, а у монголоидов остается на всю жизнь. Хотя, надо сказать, что у монголоидов в старости частота эпикантуса снижается. Типичная также черта монголоидов — это пониженный рост бороды усов, минимальный в мире, меньше, чем у них нет. У некоторых людей, ну, мужчин, естественно, за всю жизнь не вырастает практически вообще ни борода, ни усы, с чем связано и немножко смещенное восприятие этого признака самими монголоидами. То есть для них такая борода, вот как сейчас, допустим, у меня, будет признаком какой-то невероятной старости, с чем я лично сталкивался пару раз, когда меня монголоиды воспринимали как очень старого человека, китайцы, например. И неспроста у них изображение, скажем, конфуция все время с большой бородой, с длинной. Но если присмотреться, она длинная, но все равно она вот идет по самому нижнему краю лица, потому что представить, что борода может быть вот хотя бы такая, как сейчас у меня, им практически невозможно, потому что у них такого не бывает. Также для монголоидов очень характерно уплощенное лицо. В горизонтальной плоскости лицо бывает до крайности плоское, ну, хотя иногда его утрируют в описаниях, преувеличивают. Но, тем не менее, факт, что встречаются отдельные индивиды, у которых, если карандаш, например, положить на скулы, то нос он задевать не будет. То есть получается, что лицо не только что плоское, оно фактически вдавленное внутрь. Ну, это, конечно, какие-то крайние варианты такие встречаются очень редко люди, но факт, что в других расах такого не бывает никогда. И уплощенность лица большая. А вот форма и размер лица у монголоидов весьма изменчивая, на самом деле. Так же, кстати, и форма носа. Она часто представляется жителям России, что у монголоидов обязательно нос должен быть какой-то маленький, вогнутый. Но это представление подчеркнуто из общения с нашими монголоидами, северными, сибирскими. А более южные, они могут иметь совершенно другие формы носа. Губы у монголоидов могут быть разные, но, как правило, все-таки потолще, чем у европеоидов, но потоньше, чем у экваториалов. Что-то такое более-менее среднее. Как я уже говорил в самом начале, монголоиды весьма однообразны на самом деле, но, тем не менее, можно выделить варианты. На юге южная монголоидная раса или южноазиатская раса, что то же самое. Иногда есть термин «малайская» еще какая-то, но они меньше используются. Они наиболее экваториальные, то есть у них самая темная среди монголоидов кожа, самые выступающие челюсти вплоть до развитого прогнатизма. В некоторых группах, допустим, у народа банан в Китае, в Южном, губы достигают экваториальных значений, очень толстые, широкие, развернутые. Как я уже упоминал, на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии в некоторых местах могут быть волнистые, почти курчавые волосы и т.д. Но очевидно, что это результат смешения с экваториалами, хотя, наверное, не такое уж и древнее, потому что палеоантропология показывает, что монголоиды здесь появились, может быть, около двух-трех тысяч лет назад, а до этого здесь жило совершенно другое протоавстралоидное, меланезийское, по-разному называют, но по факту такое восточно-экваториальное население. По численности большая часть монголоидов относится к восточно-азиатской расе. Это Китай большая часть, ну кроме самого севера и самого юга, Корея и Япония. Учитывая, что в Корее миллиард человек, ну плюс, минус, вернее, самый север и самый юг, но все равно этот тот же миллиард остается. Представители вот этой восточно-азиатской или дальневосточной расы, как по-другому ее называют, обладают промежуточным состоянием между южными монголоидами и северными. То есть у них кожа довольно-таки светлая, но все-таки смуглее, чем на севере, но светлее, чем на юге. У них узкое, но высокое лицо, на юге лицо маленькое вообще в принципе, а здесь оно узкое, высокое, но при этом тоже уплощенное. Что характерно, нос чаще всего выпуклый. У китайцев, например, по статистике 60% выпуклых спинок носа. У японцев тоже что-то около того же. Точную цифру я не назову, но примерно так же. Нос, как правило, довольно узкий. Особенно, наверное, узкостью носа отличаются японцы. Внутри вот этой дальневосточной или восточно-азиатской расы выделяются иногда типы или варианты, скажем, японский тип, корейский тип, несколько типов в Китае, но данных не так уж много на самом деле, потому что корейцев, например, изучали в основном проживающих в Казахстане. Корейцев в самой Корее антропологически практически никто и не изучал, на удивление. Еще севернее живут представители северно-азиатской расы, которая подразделяется обычно на два типа. Это центральная азиатская, это, например, монголы, буряты, частично якуты. Они, наверное, самые крупные среди монголоидов, самые массивные, с большим лицом плоским, с очень большой частотой эпикантуса. И второй вариант — это байкальская так называемая раса или восточно-сибирская, как ее Бунак, например, назвал. Это, например, венки. Ну, не только и венки, много народов есть в Сибири, тоже большинство туда же относится. Они чуть поменьше, чем центральная азиатская раса и от всех других монголоидов отличаются сравнительно большой частотой, как я уже упоминал, русых волос и светлых глаз иногда, вплоть до голубых глаз. Но при этом форма лица у них максимально монголоидная, то есть самое плоское лицо, самая вогнутая спинка носа и самые крупные размеры лица. То есть лицо у них и очень высокое и очень широкое. Это пример того, что раса — это вообще условное понятие. То есть, скажем, и венки, они по форме лица самые монголоиды, а по цвету глаз и волос они минимально монголоидные. И это говорит о том, что понятие монголоидность — это наш какой-то конструкт, идея, который просто создан нами для удобства, но не надо пытаться в него впихнуть реальных людей. То есть, на самом деле, реальные люди первичные, а идеи вторичные.